Доломиты очень красивые по цвету, они меняются в течение дня. Доломиты — это горы, где всё можно излазить, везде можно пройти. В доломитах есть места, где душа русская может оторваться. Поэтому доломиты, они шикарны для всех. Всем привет! Спасибо, что вы сегодня здесь. Несмотря на московскую жару, несмотря на то, что сегодня лето, и вы не уехали, это большое счастье и радость. Я хочу сегодня рассказать вам про самое лучшее на свете место, про место, которое я люблю всем сердцем — это Доломитовая Альпа. И если вы вдруг думаете, что нет, что есть где-то больше фанатов Доломитов, чем я, вот видите, вот это Доломиты. Это мои любимые самые массивы. Вот ланг-офис под кофелем, джаупас. То есть это то, что всегда находится со мной, я просыпаюсь, засыпаю, их вижу. Поэтому считаю себя самым большим фанатом еще и потому, что последние шесть лет каждый год, несмотря ни на что, я сажусь в машину и осенью уезжаю в Доломиты из Москвы на машине. Практически во все поездки ездила одна. И раньше это было хорошо и просто. Просто выезжаешь из Москвы, проезжаешь в Беларусь, Польшу, Германию или Австрию. Три дня, не четвертый ты в Доломитах. Шикарно. Всего-то дороги прекрасно размялся и пошел в трекинге. Потом это было чуть сложнее. В прошлом году это уже был путь через Грузию, Турцию, Грецию, паром в Италию, через всю Италию до Доломитов. Шесть тысяч километров. Но это было возможно. Я не буду сейчас никак никого пугать, как что возможно. Я сегодня хочу рассказать вам просто про Доломит. Я расскажу, как добраться, но поскольку ситуация вся очень сильно меняется, то мой опыт поездок, он уже такой архивный. Поэтому он не совсем актуальный, потому что все, что сегодня и завтра уже не актуально, такие времена. Но все равно есть способы добраться до Доломитов, и они достаточно простые. Если вы едете просто в Доломиты, в отпуск, в путешествия, в этом вообще нет никаких проблем. Доломиты — это доступнейшее место. Визы дают, самолеты летают. В аренду машину можно взять, карточки можно сделать, и все прекрасно вообще. Доломиты — это, кстати, просто так получилось. Но на самом деле, если вы сядете куда-нибудь на обрыв, то там столько альпийских галок, что у вас тоже будет такая фотография. Это не фотошоп. Меня всегда спрашивают, фотошоп ли это галка. Вот эта иллюстрация того. Я вас не обманываю. Я действительно ездила на машине. Вот мой Ниссан Кашкай с моим шторм-труппером, вся обвешанная, увешанная. Всегда, когда я приезжала на таможню на этой машине, российские таможенники мне говорили так, нарядненько. Но, слава богу, не заставляли убирать. Это на заднем плане, вот этот массив, лан-кофель с под кофелем. Самое главное, что я хотела бы в этой лекции сказать, что Доломиты — это то место, куда вы однозначно, даже если вы не в первый раз туда приезжаете, вы туда приедете, прилетите, придете, и у вас от красоты невозможной, вот это то место, где челюсть отваливается и обратно встает только, когда вы уезжаете. Потому что это невозможно красиво, и Доломиты настолько разнообразны, что, вот видите, это прекрасное лето. Все такое зеленое красивое, и эти же Доломиты — это могут быть абсолютно марсианские пейзажи, такие глыбы, кажется, что там вообще жизни нет. Но жизнь там есть. Немножко расскажу про себя. Вот я, Виктория. Если что, найти меня можно здесь. Я активно делюсь в том числе не про Доломиты. Доломиты — это основное, потому что Доломиты — это большая любовь. Но кроме Доломитов я еще ухожу в Камино, в разные самые пешеходные походы. Шесть лет езжу в Доломиты на машине, но не только. Из Москвы разными путями. Очень давно мечтала пройти Камино, и в прошлом году прошла весной, в марте, северный путь. Это большой восторг, если что. Всем советую, в марте отлично. И французский путь осенью. И у меня была большая мечта пройти из Рима в Сантьяго, 2500 километров пешком. И в этом году я прошла тысячу. Там были разные нюансы, разные моменты. Это было невероятное путешествие. Я очень хочу об этом рассказать. И я думаю, что, возможно, летом, если все сложится, то я проведу такую лекцию. Потому что это не похоже на простой Камино, где все идеально выстроено, где это уже такая туристическая система. Это был такой аскетичный пилигримаж с ночевками в монастырях. Меня принимали монахини, где-то даже бесплатно упаковывали какие-то пакеты с подарками. Это было невероятно душевно по Италии, Франции и Испании. И часть Испании, потому что я вошла в Испанию, прошла три дня, и там были такие толпы пилигримов и такая жара, что я решила, что продолжу-ка я вне сезон, когда-нибудь потом. Доломиты. Где находятся Доломиты? Вот отметила красным. Доломиты находятся на севере Италии, в восточной части Альп. На самом деле они занимают не так много места. И Доломиты вообще-то небольшие, это невысокие горы. То есть есть горы выше, сильно выше, в Швейцарии горы очень высокие. Но то, что Доломиты низкие, это не их минус. Наоборот, мне кажется, это очень здорово, потому что они доступны, очень доступны. Туда можно подняться куда угодно, поэтому это в том числе, наверное, мека-альпинистов, потому что... Ну, я еще об этом расскажу. Любимая карта. Наверное, все, кто смотрел что-то про Доломиты или кто ездил в Доломиты, хочет поехать в Доломиты, если купит карту, то сзади всегда будет вот это. Здесь хорошо все обозначено. Сейчас мне сказали. Так, смотрите. Здесь у нас находится внизу Венеция. Внизу Венеция. Я на следующем слайде покажу, как добраться. Вот Венеция. Здесь находятся все Доломиты. И единственный массив, который находится не с ними, это массив Доломиты де Брента. Он условно через дорогу от Трента. И там тоже очень красиво, но не все туда добираются. Вот озеро Гарда прекрасное. Туда идет дорога платная и бесплатная на Германию и Австрию. Как можно добраться до Доломит? Наверное, самый простой путь – это долететь до Венеции. Сейчас я переключу. Это условные маршруты, как можно добраться. Из Венеции идет платная трасса. Можно по бесплатной. По платной трассе, по-моему, 10 евро. Вы долетаете просто до Белуно. И вот туда, куда приходит красная линия, это город Картина. Картина – это место, которое хорошо знают горнолыжники, потому что оно такое культовое, старое. Если вы посмотрите многие итальянские фильмы, то многие ездили в Картина. Это такое пафосное. На самом деле, Доломиты вообще не очень интересны. Это место контраста. То есть, с одной стороны, Доломиты – это супер пафосное место, где много всего роскошного, куда приезжают люди на дорогущих машинах. И при этом очень много путешественников в домах на колесах. И много диких мест. Я сама люблю Доломиты, потому что там есть дикие места. Там есть места, где ты стоишь, есть ты, лес, вообще никого больше нет. То есть, каждый берет свое, может найти свое, что ему надо. Можно добраться, например, из Милана. Милана находится вот здесь. Милана, Бергамо, или если вы едете снизу, то как раз по этой дороге можно доехать через Больцано. Наверх, через перевал Касталунга. Там находится озеро Кареца. Довольно известное, красивое, тоже такое лазурное. Либо проехать через Виноградники. Здесь очень красивая вот снизу дорога. Доехать до долины Вальдифаса и начать свое путешествие отсюда. Либо, если вы едете раньше, это было очень просто. Можно было прилететь, например, в Мюнхен или в Мемминген на лоукостере тогда еще. И я сама так делала один раз. И спуститься снизу через Австрию и проехать по этой же дороге. Я в Гламиде на машине добиралась всеми путями. Еще вот сбоку из Австрии оттуда. Поэтому самый простой вариант, наверное, из Венеции. И самый простой, самый удобный, потому что в Венеции большой аэропорт. В Венецию что угодно, куда, откуда угодно летит. Можно через Турцию, можно через Армению, можно, по-моему, даже через... Ну, вы посмотрите. Взять машину в прокат. Машина в аренду лучше, конечно, всегда уточнять, потому что эта информация может меняться. Но я, поскольку не брала машину на короткий срок, у меня нет такой информации. Но я попросила скинуть мне информацию человека, который брал ее. Со страховкой на 7 дней она обошлась где-то в 600 евро. Ну, то есть со всей страховкой с полной. Вообще, когда берете машину, лучше брать полную страховку. Но есть компании большие, типа Герца и так далее, и робкар. Есть в Италии маленькие компании, поэтому вы можете просто посмотреть итальянские какие-нибудь небольшие компании прокатные, например, если будете брать. У меня был такой опыт, когда был ковид. Сам ковид я не смогла прилететь, просто не было вариантов вообще. То есть ничего было не сделать. Но на следующий год тоже было не прилететь. Я себе оформляла бизнес-приглашение. Там это было все очень сложно и дорого. И мне нужна была машина на месяц. Машина на месяц, она стоит невероятных денег просто. Там мне называли какие-то цены, то есть там уже под 200, за 200 тысяч. И я через знакомых начала уточнять, и мне посоветовали пару, которая сдала свою машину на механике. Она была очень простая, и я что-то ее тогда со страховкой за 140 сняла на месяц. Это была невероятная удача, потому что для месяца это очень дешево. Но единственное, конечно, когда привыкаешь к своей машине, когда там все комфортно, хорошо, ты ставишь музыку, а тут приезжаешь и говорю, а как поставить музыку? Они такие, ну мы радио слушаем, и все, и больше ничего не работает. Поэтому, в принципе, в Венеции можно взять машину в прокат или каким-то еще образом. Я знаю, что на озере Гарда, если, например, кто-то ездит на скутере, там очень много прокатов скутеров. На Гарде, возможно, даже в Венеции есть. Это если вы едете… Вот, кстати, да, вот это мой Коша, на котором я ездила с 2019 года, уже во все проблемные годы, еще в последний непроблемный год. И это если вы едете на машине. До Доломитов можно, в принципе, добраться на автобусе. То же самое в Венеции. От Венеции ходят до картины автобуса. Это очень доступно. Можно бить куда угодно в гугле, посмотреть расписание. Я сама, на самом деле, каждый раз, когда даже в камин ушла, я все равно смотрела, так, может быть, какой-то автобусик, немножко хотя бы просто заглянуть в Доломиты и просто привет им передать. Поэтому это очень доступно. Всего пару часов, и вы в Доломитах. Внутри Доломитов очень хорошее автобусное сообщение, даже в несезон. Там по перевалам ходят огромные карусы. Я не понимаю, всегда не понимала, зачем такие огромные автобусы гнать через серпантины. Потому что они всегда проезжают на огромной скорости, бибикают. Там и так узкие дороги, еще есть огромные автобусы. Поэтому если вы едете, например, хотите ночевать в гостевых домах или даже в палатке, то, в принципе, можно обойтись без машины или искать какие-то размещения. Вполне можно на автобусах без проблем. Или, например, если вы ходите на велосипеде, то там велосипедистов столько, что вам они еще доедят. Там очень много велосипедистов. Там огромное количество людей на любом транспорте, которые занимаются любым спортом, просто гигантское количество. Хотелось бы рассказать, чем таким Доломиты отличаются от других гор и особенно от других Альп. Во-первых, конечно, это внешне. Потому что, видите, Доломиты — это такие скалы, которые вырастают из холмов. И они, очень многие массивы, похожи на какой-то хребет дракона. Ты все время, когда смотришь на Доломиты, кажется, что какой-то дракон здесь спит и сейчас проснется, потому что они все такие резные. И Доломиты очень красивые по цвету. Они меняются в течение дня. Они обычно такие серебристо-розовые, но на закате, например, становятся оранжевыми. Они начинают гореть этим цветом. Но вообще Доломит сам по себе, когда ты едешь, смотришь, обычно они серебристо-розовые. Очень большой плюс. Это не самая солнечная фотография, но здесь хорошо видно. Это, кстати, перевал Джао. Очень советую всем. Отличный перевал. Очень здесь красиво. Здесь прекрасный обзор на все. Вот когда стоите внизу, там или где угодно здесь, это небольшой холм, куда обычно поднимаются все люди, которые приезжают. Это гостевой дом, часовенка. И основная дорога, которая идет к этой пике Рагузела. И это небольшой холм, где очень любят стоять фотографы. И если вы приедете на закат туда, то один раз был закат, но туман. И я сначала не поняла, деревья это или фотограф. Оказалось, что это фотографы, потому что они стояли просто как деревья на холме. И Доломиты, они очень доступны. То есть через все массивы либо идут серпантины. Их очень много, дорог очень много. То есть почти все массивы связывают параллельно идущие перевалы. И очень много троп. То есть тропы идут просто везде. То есть вы можете добраться, в принципе, куда угодно. И самое главное, что вам не нужно быть альпинистом, вам не нужно быть суперспортсменом, чтобы добраться до самых красивых видов. Потому что вы можете просто приехать на машине, например, и уже насладиться красотой. Вы можете приехать на машине и подняться на подъемники. Там везде почти есть подъемники. Но при этом вы можете и добраться туда пешком, как пройти трекинг. Или потом еще расскажу по Виа Ферратам, забраться по скалам и добраться до совсем каких-то уникальных мест. Это тоже Доломиты. Такая иллюстрация того, как там все доступно. Видите, это я сижу, это я поднялась по Феррате. Я про них расскажу по скале. И снимаю. Это перевал Фальцарго. Фальцарго — это перевал параллельный тому Джао, который я показывала. Видите, вот он идет, перевал. И везде проходят тропы. Везде проходят тропы. Уходит один перевал туда, вниз. Один перевал, другой уже в другую сторону. Поэтому вот здесь идет тропа. Вот здесь идет тропа. Везде идет тропа. И здесь не видно, но тут еще идет осыпь. То есть Доломиты — это горы, где все можно излазить, везде можно пройти. Это супер-супер удобно. Можно подъехать, а можно дойти. Кроме этого, хочу отметить... Это, кстати, тоже перевал Фальцарго. Я очень люблю эту парковку, потому что в Доломитах есть более такие пафосные места, где все парковки платные. А есть более дикие места. И вот, например, здесь всегда, когда приезжаешь ночевать, я просто когда езжу, я все практически годы ночевала в машине. У меня там все так сделано, чтобы можно было как дом на колесах использовать. Ну, маленький, но я помещаюсь. И там такое было единение путешественников, потому что здесь вставали дома на колесах всевозможных видов, форм из разных стран. И вот здесь ночевали. Здесь как раз такая парковка, такая путешественническая. Рядом находится подъемник в очень красивое место. То есть, что хочешь. Хочешь, иди в трекинг. Хочешь, поднимайся. Хочешь, просто приезжай в гостевой дом. Можно зайти переночевать, например. Практически во всех гостевых домах можно переночевать. Об этом еще расскажу. Доломиты. Давайте на это остановлюсь. Это еще одна моя любимая парковка над городом Картина-Дампетсо. Это если ехать на два перевала Джао и Фальцарго. Это парковка. Обожаю ее. Если вы хотите поехать на машине, всем советую. Поднимаетесь над городом Картина. Очень красивое место. Я здесь обожаю ночевать. Просто здесь еще столик стоит за домом на колесах. И очень красивый вид открывается. Это массив Кристалло. И там еще массив огромный Сарапис. И там просто ты встаешь. В Доломитах вообще очень часто, когда ты встаешь, смотришь, и у тебя начинается головокружение от объемов. Потому что массивы просто везде. И они как-то так все стоят, что кажется, что они на себя падают. И это не галлюцинации, просто вот такой эффект. Доломиты, их уникальность тоже в том, что там говорят на двух языках исторически. Вообще Доломиты — это старая австрийская территория. Там часть итальянская, часть австрийская. И это там очень чувствуется. Потому что часть есть, где все на итальянском, где итальянский язык, все в порядке. Ты можешь говорить по-итальянски без проблем. А другая часть как раз более пафосная. Там все немецкоговорящее. Там и люди говорят по-немецки. И более такое все строгое. Там даже атмосфера другая своя. Поэтому я вот всегда любила больше итальянскую часть. Там какое-то такое дикое, с душой. Но для тех, кто говорит, например, на немецком языке, там будет очень комфортно, очень хорошо. Потому что все и все дублируется абсолютно. И как я уже сказала, что Доломиты — это место, где роскошь объединена с абсолютными дикими местами. То есть там без проблем можно... Тут же подъезжают какие-то огромное количество верениц спорткаров, дорогущих люди выходят, пьют кофе, уезжают. Тут же путешественники, которые путешествуют годами, приезжают на велосипедах, например, с палатками. И все это вместе уживаются. Эти горы прекрасны вообще для всех, для всего. Поэтому каждому там будет комфортно. Что там можно делать? Во-первых, как я уже сказала, можно просто на машине приехать и просто покататься, если вам хочется, просто по красоте поехать. Там можно ходить в трекингах бесконечно. Вот я шесть лет езжу, и мне кажется, что я прошла вот столько, потому что там просто огромное количество и очень много красивого. Вот, например, до этого я показывала вам два перевала. Сейчас я стою между ними, как раз с видом на перевал Джао, где вот как раз холм, там стояли фотографы, как деревья. И трекингов очень много. Я про них тоже расскажу, про то, что я бы посоветовала. Также есть ферраты. Кто-нибудь что-нибудь знает про веоферраты? Скажите, да? Я не уверена, что всем будет интересно про веоферраты. Просто расскажу, что веоферраты — это такой комфортный способ карабкаться по скалам. Вам не нужно ничего специально готовить, провешивать, как альпинистам. То есть это такие более экстремальные трекинги, где уже есть тросы, где у вас есть специальное снаряжение, похожее на альпинистское, но там специальная ферратная обвязка. Она немножко другая. И такие два усы самостраховки, каска. И ты перестегиваешь, идешь и перестегиваешь все время эти усы самостраховки. И идешь по тросу. Там периодически есть какие-то скобы, на которые наступать. Иногда их нет. И вот это, например, веоферрата. Вот она как-то шла, шла, шла наверх, в обход и так далее. Бывают сложные, бывают менее сложные. Но если вы любите экстрим, карабкаться по горам, то это идеально. Потому что это менее рискованно, чем альпинизм. Хотя я альпинизмом не занималась, поэтому меня сейчас могут закидать, что альпинизм вообще не опасно. Но ферраты — это... Доломиты — это мекка всего. Трекинга, феррат, альпинизма, парапланиризма. То есть каждый считает это место, наверное, идеальным для себя, потому что действительно там все условия для этого созданы. А где брать снаряжение? Прямо на месте дают или надо брать с собой? Снаряжение. Снаряжение, во-первых, снаряжение можно с собой привезти. Снаряжение можно там купить без проблем. Там есть спортивные магазины, где можно купить, в принципе, за адекватные деньги. То есть это не втридорого там продается, несмотря на то, что магазины там... Что не магазин, это какой-то спортивный бутик. Можно взять в аренду. Я сама в аренду не брала, но знаю, что на перевалах... То есть, в принципе, можно подъехать на любой перевал, например, в гостевой дом, спросить, где там можно. Может быть, просто погуглить и узнать, где можно взять в прокат. А поскольку там это развито, то с этим вообще проблем никаких нет. Но если этим заниматься, то проще купить, и, в принципе, там купить можно. Поэтому я первый раз, когда узнала, я увидела человека, который идет, я на него смотрела, я просто провожала его взглядом и думала, ну все, все, я нашла себя, я нашла себя, я теперь пройду все ферраты. С тех пор прошло много лет, я прошла не так много. На самом деле, это правда, это бывает страшно. Несколько лет я присматривалась, не рисковала. Но вот в прошлом году прошла, по-моему, штуки четыре. Но я к ним вернусь. Я даже набрала на то, чтобы посоветовать какие-то ферраты. Кроме этого, как я уже сказала, что там очень много пропланиристов. Там есть места, например, на перевале Сэла. Там, если идти в трекинге, можно все время практически встретить, я не знаю, как это правильно называется, но они все время летают в таких как будто лодочках. То есть это не параплан, где просто полетал и спустился. Такое тоже есть, если кто-то хочет полетать. В гламитах очень много мест, где можно полетать. Но там именно такие спортсмены, которые летают все время, они куда-то в таких конструкциях. Очень-очень-очень много. И отдельный момент. Я просто... Кто-то из вас любит озеро Гарда? Да, любит? Знает про озеро, да? Нет? Нет? Вот Гарда — это такая же, в принципе, любовь, как Доломиты. Всем советую туда поехать, потому что Гарда очень красивая. И самое главное, что озеро Гарда находится рядом с Доломитами. И всегда можно Доломиты объединить с озером Гарда. И я лично, когда ездила, поскольку я ездила на большой срок, обычно на месяц в Доломиты, то осенью погода переменчивая, и бывало такое, что проснешься, а дождь выпал снегом, и ты просто вышел, у тебя шерстяные носки, перчатки, шапка, и ты думаешь, ну, ты Доломиты, конечно, любишь, но не настолько. И просто берешься в машину и едешь на Гарду, потому что на Гарде всегда хорошо. На Гарде свой микроклимат. И вообще, не знаю почему, не знаю, может быть, у других людей другие ощущения, мне всегда Гарда напоминала море. Мне всегда казалось, что почему-то на Гарде ты попадаешь туда, такое ощущение у меня всегда, что как будто это море, а не озеро, какой-то там свой микроклимат, такое вот все. Поэтому это место расположения, кто-то может захотеть в Верону поехать, например, или оттуда можно в Венецию поехать посмотреть, но Гарду обязательно. Тем более там прямая дорога через Трента на Рива-дель-Гарду, на другой. Я бы вообще очень хотела, у меня есть мечта провести лекцию про Гарду. Я не знаю, проведу или нет, но очень бы хотела, потому что Гарда достойна не меньше, чем Доломит. Хотела отдельно рассказать про гостевые дома. Гостевые дома или рефуджи, рефуджи, вообще это, по сути, приют. То есть раньше это были просто приюты для альпинистов, когда они долезали куда-то и встречали там домик, где пожить. Сейчас рефуджио, гостевые дома. Это скорее именно гостевые дома, которые готовы принять самых разных путешественников, и это настоящее произведение искусства. Есть новые, современные. Есть гостевые дома, суперроскошные, с отелями, которые стоят огромных денег, но это действительно такие фешенебельные отели. При этом в каждом можно прийти, выпить эспрессо, не знаю, опероль. Там все немцы пьют пиво, всегда приезжают съесть какой-нибудь десерт. То есть, в принципе, это доступно для всех. Но есть и менее пафосные. Есть огромное количество таких семейных гостевых домов, когда приходишь и зависаешь внутри, потому что там огромное количество каких-то фотографий, семейных реликвий, каких-то винтажных вещей. И вот это, например, очень красивый был гостевой дом. Это если обходить Силан-Кофе с подкофелем на перевале Селла. Вот такие приятные территории. В принципе, у всех все рефуджи, они стараются выделиться как-то. И есть те, до которых проще добраться, до которых, например, поднимаются подъемники. Есть рефуджи, которые... До этого можно... На подъемники нельзя, но можно дойти очень близко. Это, например, туалет. То есть, вы представляете, что вы поднимаетесь куда-то, идете несколько часов в гору, приходите, а там вот такой туалет. Вот очень приятно. Есть, конечно, где просто дырка в полу, но это совсем нужно в высокогорье идти. И там как бы простительно. Но все равно очень приятно, что так заботятся путешественников. Этот гостевой дом, например, Пешиаду, он находится в труднодоступном месте. Туда нельзя подняться на подъемнике. Туда можно подняться. По тропе 666. Она выглядит так же угрожающе, как называется. Здесь находится Виа Феррата. Я про нее тоже отдельно расскажу. И этот дом, конечно, он такой простой, кондовый. Внутри классический альпийский гостевой дом. Старый, со старыми вещами. И в таких домах, они мне даже больше нравятся, потому что в них такой старый дух альпийский. Вот именно в таких. Или, например, вот такое. Это место как раз в Доломитах де Брента. Я показывала этот массив. Он находится немножко в стороне. Вот видите, тоже стоит, как у меня мама всегда говорит, приплюнут к скале. Как будто его сюда приварили чем-то. Непонятно, как он держится. И внизу, кстати, находится Бивако. Я про них расскажу. Бивако — это как раз места для таких отчаянных путешественников. Это внутри гостевого дома. Такая прекрасная зона, где можно купить там бары. Ты приходишь. Часто была ситуация, что я когда рассказывала, у меня просто, наверное, все мои друзья, приятели, коллеги, они не очень путешественники. Они знают, что я где-то брожу, хожу. Я говорю, вот я шла шесть часов по скалам, пришла наверх, села, взяла опироль. Они такие, в смысле ты взяла опироль? Откуда там опироль? Говорю, а там просто гостевой дом. И там находятся шикарные бары. Можно поесть, можно съесть десерт, можно попить что угодно, выпить, можно остаться переночевать, посидеть в такой зоне, там книжки. Вот с таким шикарным видом. Вот видите, здесь фотографии. Все стараются как-то какие-то архивные фотографии с этим гостевым домом повесить, чтобы все увидели историю этого места. Или, например, вот этот. Этот, обожаю этот гостевой дом. Это Рефуджио Пасу Принчипе. До него сложно добраться. Мне кажется, это даже видно, что он вообще находится в скале. И это такой действительно старый гостевой дом. Наверху, на втором этаже, там приют. Там можно ночевать. Я очень хочу в этом году там остаться переночевать. Ночевать не очень дешево. Обычно это стоит не меньше 45-50 евро. К сожалению, звучит, да, что приют для альпинистов. Там есть специальная скидка для, если ты в альпийском клубе. Но если ты живешь там, то, конечно, это актуально. Если нет, то есть гостевые дома с самыми разными ценами. Это нужно уточнять. Но если поедете, то почувствовать этот дух, мне кажется, здорово хотя бы один раз остановиться. Там внутри сделано все как хостел. То есть это не отдельная комната. Отдельная комната это что-то более пафосное, более дорогое. Но в этом как раз приходит очень много альпинистов, которые карабкаются, карабкаются, переночевали и дальше пошли карабкаться. Потому что там везде вот такие пейзажи. Еще в Доломитах, если вы хотите комфорта, есть термы. Вообще в Италии много очень термальных комплексов. И вокруг Доломитов тоже очень много. Есть рядом с другой стороны, где город Мирано. Там потрясающий, шикарный просто комплекс. Есть ниже, около Вероны, шикарный комплекс. Но есть в самих Доломитах. И он не очень дешевый. Он стоил несколько лет назад, по-моему, за весь день что-то типа 50 евро. Но он действительно хороший. Если вы хотите передохнуть, я помню, что было несколько холодных дней. У меня были большие трекинги. И в какой-то день был ливень. И я в этот день подумала, ладно, но я бы все равно просидела в машине. Подумала, что пойду погреюсь. И там сидишь вот так в тепле, смотришь на прекрасные Доломиты. Там очень много бассейнов. Есть открытые, есть закрытые. Все шикарно. Единственное, очень сильно отличаются термальные комплексы от места, где находятся. Если, например, около Вероны, это очень шумное место, где итальянцы, такое по-настоящему итальянское, там приходишь, и там такой шум гамма разносится. Не дай бог на праздник попасть, там можно оглохнуть. В Мирано, там приходишь, там гробовая тишина. Там немцы, все на немецком, и там просто идешь, и ты боишься громко наступить, потому что тебе очень неудобно. Это такое больше немецкое место, но в целом адекватное. Шуметь лучше не шуметь, но вполне себе комфортно находиться. Самое главное, наверное, чтобы хотели вы знать, в какой сезон поехать, когда лучше в Гламиды, потому что наверняка все мечтают поехать летом. Вообще, я так понимаю, что большинство людей любят путешествовать и могут путешествовать летом. Вы расскажите, в какой сезон вообще любите путешествовать, ездить? Осень или лето? Вот те, кто осенью, вы в моем лагере. Потому что... На майские праздники там хорошо, не жарко. На майские праздники хочу вам сказать, что несмотря на то, что в мае у нас обычно уже тепло, хотя тоже бывает по-разному, в мае там очень большие контрасты. В мае в долинах может быть очень тепло и даже жарко, но при этом в горах там снег лежит. То есть, например, в Высокогоре, где находится озеро Мизурина, знаменитый парк Трачимы, там все в снегу. То есть там прям вы приходите, а там просто снегом и льдом покрыто озеро. И там любой дождь может выпасть большим снегом. Я подписана, наверное, на миллион пабликов всего касаемого доломитов. И я постоянно вижу там 31 марта, и там просто фотография с веб-камеры, и там какая-то опять чуть ли не лавина там сошла. То есть там очень много снега. Конечно, я всем искренне хочу посоветовать ездить осенью, потому что осень — это самое лучшее время, когда снег уже растаял, новый снег еще не пришел. Осенью я имею в виду сентябрь, первая половина октября. Самое вообще идеальное время, если, например, у вас нет много времени, это либо две последние недели сентября, либо первая неделя сентября, последняя неделя сентября, первая октября. Все очень зависит от того, насколько вы переносите других людей и насколько вообще, что вы хотите делать. Потому что здесь, естественно, у всего есть плюсы и минусы. Вот я хочу о них как раз рассказать. Это фотография доломитов прекраснейших летом. Летом очень здорово на них смотреть, трава еще зеленая, все очень яркое, красивое, но у этого есть дичайшие минусы. Например, то, что там адское количество людей, там невероятно. То есть там, в принципе, даже трекинги можно не советовать, можно не советовать откуда начать и куда идти, потому что вы просто приходите, скорее всего, там не будет парковочных мест, и вас просто несет поток людей. И вы идете потоком. Это знаменитое место, куда обычно все едут, это Сечеда. Сечеда это когда ты поднимаешься сам или на подъемнике, встаешь, там такой скос, и такие зубы дракона торчат. и все. Вот с этой стороны там холм, а с этой стороны пропасть. Как раз, я потом еще расскажу про популярные места. Там просто столпотворение. Это первый минус. То есть, если вы, в принципе, любите потусить с людьми, то у вас не будет проблем. Но проблема только в том, что, во-первых, там очень много машин, там все парковки заняты, летом цены на жилье взлетают очень сильно. Летом цены на аренду машин взлетают очень сильно. Вы приходите в гостевой дом, и там просто все переполнено. То есть, летом это, ну не знаю, на мой взгляд, это экстремальный вид спорта, идти туда. Летом, я бы летом не пошла даже в любимый доломит. Кроме этого, очень большой минус, что это жара. Если вы переносите жару, это не проблема. Но если вы не очень переносите там, я не знаю, как можно в трекингах переносить жару, потому что, ну, представьте, вот все, кто сегодня здесь, могут представить, как в доломитах летом. Потому что сегодня в Москве плюс 32-33, и вот в доломитах летом вот так. И представляете себе в такую погоду идти в трекинг? Ну, то есть, если есть любитель. Дождя, ну, даже не то, что дождя, а ветра в этот момент нет. Там может, конечно, быть и ветер, прийти гроза, все что угодно, но в целом, когда встает такая хорошая погода, ну, в кавычках хорошая, конечно, прекрасно, когда нет дождя в горах, но подниматься, это экстремально. Ну, я бы просто не смогла, поэтому всем, кто поднимается летом, им уважение мое личное. Я летом не была, я летом не поеду. Мне кажется, это фотографии моих друзей-путешественников, которые были. Я готовилась к реакции, я собрала их. На самом деле, это стоп-кадр из видео. Здесь пролетал коптер. Я просто, когда смотрела видео, я ужаснулась количеством людей, я хотела с вами поделиться этим ужасом. Но это еще не ужас. Ужас — это, когда ты приезжаешь в высокогорный парк Терчимы, где платный въезд, и ты туда не въезжаешь, потому что очередь из машин стоит километровая, там даже на несколько километров, и шлагбаум открывается, когда выезжает машина. То есть просто стоишь и приезжаешь туда, и там все заполнено, и просто поток такой человеческий идет вокруг гор. Зато красиво, зелень зеленая. Честно, я не советую, я не понимаю вообще, зачем ехать летом, когда есть прекрасная осень. Посмотрите, это осень. Ну, восторг, да, мне кажется? Нет никого. Осень — это шикарное время, когда вы можете пойти вот в такой трекинг. Это как раз тропа 666, про которую я говорила. Перевал Гардена очень красивый, с той стороны массив, с этой стороны массив. И вы можете пройти весь трекинг по этим, казалось бы, безжизненным местам и никого не встретить. Или встретить там 10 человек и никакого столопотворения. Конечно, осенью погода переменчивая. За все годы, пока я ездила, было разное. Бывало, что я спала, укутавшись в машине вообще во все, в пуховиках. У меня с собой еще всем очень советую, кто путешествует, особенно живет в машине, да и не только в машине, в палатке, покупать укрывной материал Sponbond. Это укрывной материал, который используют садоводы. Он очень дешевый. И просто из него как-то застрочить конверт. И я его использую просто поверх иногда спальника как дополнительно укрывной. Это очень... Оно не занимает вообще места. И это легчайшая вещь. Я вот сейчас только что брала его, когда шла из Рима в Сантьяго. Это незаменимо абсолютно. И да, просто в него садишься, сидишь или обматываешься, когда ветер. В общем, были сезоны, когда я очень мерзла. При этом в прошлом году была аномальная осень. Три недели не было вообще ни одного дождя. Представляете? Ни одного осенью. Такого просто не бывает. Причем это было везде. И здесь, так понимаю, тоже была хорошая погода. Но это, конечно, как попадешь. Но летом тоже бывают дожди. Поэтому здесь вопрос везения исключительно. Бывает такое, что холодная осень и дождь выпадает снегом. Но это можно всегда переждать, поездить, куда-то спуститься в другое место. Но прохладней. Осенью очень комфортная погода. Но даже осенью бывают дни, когда очень жарко. То есть, представляете, если осенью, то летом это просто невыносимо. При этом меньше людей. И сезон обычно заканчивается в конце сентября. И это такой резкий момент. Обычно это последние выходные сентября. Там проходят самые разные праздники во всех долинах. И после этого поток людей вообще прекращается. То есть, просто никого нет. И вы можете... После этого есть минус, что закрываются некоторые подъемники. Закрываются многие гостевые дома. И вы как будто... Я просто обожаю это ощущение. Ты едешь под гламитом, и как будто ты там один. И как будто просто все гламиты только твои. Потому что нет вообще никого. Бывают перевалы. Например, перевал Ролли в октябре. Ты просто едешь, и там вот эти какие-то городки, которые исключительно туристические, которые не городки исторические, а где отели, 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 они все закрыты. И ты просто едешь по этим пустынам, как будто, знаете, в каком-то фильме... Не помню, как называется фильм... Фильм у Спилберга был, когда вот эти несияния, где такие монстры, они попадали в прошлое, потом в будущее, и оно пожирало. И когда они в пустом аэропорту были, вот я ощущала себя в гламитах так же, что просто никого нет. Если вы хотите... Но у этого есть минус, что гостевые дома многие закрыты, и в принципе многое уже закрыто. Если вы путешествуете на машине, у вас есть, например, газовая горелка, как есть у меня, и вы хотите чего-то более дикого, это идеально. Конец сентября, вы еще терпите людей немножко, и такие, скоро октябрь, скоро октябрь, и октябрь. Если вы хотите насладиться едой в гостевых домах, это сентябрь. То есть просто организуйте так, чтобы попасть в сентябре и закончить в сентябре, чтобы еще что-то было открыто. Но в любом случае, в сентябре я сталкивалась с большими потоками людей. В любом случае. То есть представьте, как там летом. Про зиму не рассказываю, зима это отдельно, вообще это должна быть лекция, отдельно это другие гламиты. Я, честно, не признаю гламиты зимой, для меня они вот такие. Я не могу. Каждый раз, когда они покрываются снегом, у меня прям сердце замирает. Думаю, нет, мои гламиты живые, и там зелень. Поэтому весну я тоже не советую. Я была зимой в марте, один раз так получилось. Я еще не на своей машине была, как раз съехала из Германии. И в марте там шикарно, например, в городе Бальцану. Там долина такая, виноградники. Приезжаешь, все зеленое, все цветет. Ты такой, ничего себе. То есть такая типичная Италия в марте, в принципе. В Италии всем советую путешествовать в марте. В марте самое лучшее время. Все еще многое закрыто, но очень тепло, хорошо, людей мало. Но при этом я поехала в Высокогорье и думала, сейчас я пойду в Высокогорный парк Теречимы, приезжаю, а там сугроб. Вот такой сугроб. Я к нему приехала, посмотрела на него, сфотографировала и уехала. Поэтому это был март и такие сугробы там до мая. Поэтому даже в июне, если вы хотите поехать, вы имеете в виду, что там еще будет снег. Много где. Это зависит от сезона. Поэтому, но при этом в августе это самое жаркое время, потому что уже прогревается все и в августе там максимально адская жара и очень сложно. Перед навигацией хочу рассказать еще про спортивную подготовку. Это, конечно, очень зависит все персонально от вас, как вы вообще. Я просто человек не спортивный. Я не занимаюсь каким-то спортом, не бегаю, не хожу в тренажерный зал. И каждый раз я испытываю большие мучения, когда я приезжаю, мне нужно адаптироваться. Хорошо, что у меня много времени, но я стала замечать, что чем больше езжу, видимо, мышцы, они не совсем атрофируются и все-таки они как-то держатся. Поэтому с каждым разом, когда я приезжаю, я буквально один во трекинга и как будто бы они уже так ожили. Поэтому если вы едете на короткий срок, конечно, лучше как-то поднапрячься, может быть, где-то походить, подкачаться, просто чтобы не терять время и быстрее адаптироваться к трекингам. смотря чем вы хотите заниматься. Если вы хотите пойти просто в условно несложные трекинги, то в принципе туда могут идти люди с абсолютно любой физической подготовкой. Самое главное, рассчитывать всегда сложность трекинга и длину маршрута, чтобы не получилось, что вы приехали. У меня такое было со мной, когда я приехала и сразу пошла часов на 8. Последние часы, по-моему, мне кажется, я шла, у меня уже на адреналине каком-то, я шла и думала, боже мой, боже мой, когда, 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 боже мой, боже мой. Поэтому лучше так не делать. Просто лучше всего, самая лучшая подготовка это приехать и чередовать. То есть пойти в какой-то более-менее простой трекинг, чуть-чуть усложнить, пойти в сложный трекинг, после этого немножко передохнуть. То есть в принципе можно ходить в трекинге каждый день, самое главное. Там есть трекинги довольно простые, когда ты просто поднимаешься совсем немножко, при этом ты не сидишь на месте, это все равно активность, но при этом организм, у вас мышцы ваши отдыхают. Самое главное, конечно, это всегда идти в трекинги, в трекинговые, я еще об этом расскажу, в трекинговые обуви. Я всегда советую трекинговые ботинки. Хотя, если вы пойдете в более жаркое время, то, конечно, это, я думаю, споры, мне кажется, это может до драки, да, дойти путешественников, в чем ходить, потому что у всех разное мнение. Мое мнение, сколько бы я где ни ходила, в таких горах только трекинговые ботинки. Если вам ваши ноги дороги, потому что там такие камни, что сломать, растянуть ногу проще простого. Поэтому даже когда было жарко, нормально в ботинках. Ну, то есть, ногам тепло, но зато они в целости и сохранности будут. Поэтому и только в трекинговых ботинках, в которых вы уже ходили, вам нужно как-то их поносить, разносить, потому что новые ботинки это 100% будут мозоли. Это, конечно, не камин, где у всех все равно будут мозоли, но в любом случае лучше разносить и походить. А эта фотография показывает вам прекрасную навигацию. В принципе, в Альпах во всех, кто был в Альпах, знает, что там навигация превосходная, замечательная, все подписано. В Доломитах все то же самое, все тропы везде стоят, либо вот такие деревянные указатели, все промаркированно, каждый камешек. В принципе, если вы идете, ну, всегда нужно быть внимательным. Если вы идете по какой-то лесной тропе, там проще следовать тропе, ее видно. Если вы поднялись в высокогорье, где просто развалы камней, то если вы немножко отвлечетесь, представляете, вот вы приходите, а там просто перед вами развалились камни. Их миллионы. И тропы не видно. То есть вы ориентируетесь только по меткам, которые где-то находятся. Поэтому если выпал снег, то очень сложно найти тропу. У меня бывало такое, что просто не видно метку. И немножко заболтался, если с кем-то, или отвлекся, все, мимо тропы ушел. Поэтому, несмотря на вот это, я вообще всегда считала, что я мастер спорта по потере тропы. Потому что, ну, я еще снимаю всегда. Если вы в соцсети пройдете, там все съемки есть, поэтому пока снимаешь, отвлекаешься и до свидания. Ну, было много разных случаев, конечно, страшных. Один раз я вообще потеряла тропу. Это было еще, когда я только начинала ходить в трекинге, и ушла мимо, и там вообще я начала как-то карабкаться, и понимаешь, там обрыв. И вот стою и думаю, а обрыв, там как бы тропа обрыв, или просто обрыв, или если я вниз пойду, там, что я встречу. И решила все-таки хорошо пойти, немножко спустилась, поняла, что там обрыв-обрыв, обратно, и нашла все-таки тропу. Но это был очень страшный момент. Я тогда, вот, жизнь у меня пронеслась перед глазами. Поэтому всем советую аккуратненько, если что, просмотреть у себя, может быть, еще где-нибудь в приложении, что вы идете правильно, потому что там легко. Это самые популярные места, куда я не советую вам ходить. Потому что Доломиты всегда, когда где-то что-то читаешь про них информацию, такое ощущение, что есть только эти четыре места. Потому что во всех путеводителях, во всех, всегда открываете какую-нибудь соцсеть, и там сразу вот эти самые красивые места в Доломитах. Это не самые красивые места в Доломитах. Хотя Трачима, это, конечно, это, безусловно, очень красивое место. Я сама туда еду каждый раз. Но, например, вот эти, Санта-Мадалена и Сечеда, это один массив. Просто Санта-Мадалена, вот это с той стороны находится. Сечеда вот с этой. Как раз когда я говорила, что вот здесь очень много людей, это они вот здесь на подъемнике поднимаются и вот их разбрасывают по склонам. При этом есть другие. Или озеро Браес. Но озеро Браес, наверное, все видели, да? Картинки этого озера. Все про это озеро что-то слышали, читали. Наверняка, да? У этого озера, конечно, есть безусловный... Я сама сидела у этого озера, смотрела на него и думала, в чем твой прикол? Смотрела, думала, ну вот надо понять, да? Почему все-все толпы туда реально толпы едут? То есть все вот эти красивые фотографии, я не знаю, как там убирают оттуда людей, потому что там просто всегда огромная толпа, как на рок-концерте. Даже несмотря на то, что они поднимали стоимость парковки, там вообще все парковки платные, там сейчас стоят все знаки, что нельзя на обочине, нет никаких карманов, вообще ничего. Все приезжают, огромное количество путешественников из Азии, они приезжают в красивых платьях делать фотосессии, может быть, потому что лодочки. Лодочки, помню, в 2019 году я тоже я приехала вечером, мне повезло, людей было не очень много, еще каждый год увеличивается поток, и подумала, не, может быть, лодочку взять, и, по-моему, она стоила что-то типа 40 евро. Я подумала, не, ну это, конечно, что это за цена вообще? Думаю, ладно, шиканул. Пошла в лодочки, поплавала одна, и потом они сделали лодочка-шеринг, то есть теперь за эту сумму можно только с кем-то арендовать эту лодку, то есть они сажают сразу нескольких людей. Я посмотрела на это, подумала, вот если вам кажется, что что-то дорого, вы просто знаете, что это потом будет сильно дороже, и лучше сейчас вот это покупать, поэтому я еще успела на этой лодочке прокатиться, и, как я уже говорила, что я искала прикол этого места, это место очень красивое, конечно, за счет того, что там такие массивы, что кажется, что они серебряные, что они прям таким встают серебром, это очень красиво. Проблема вся в том, что там, может быть, летом там красивее, я не знаю, но осенью там так солнце проходит, что они либо в тени, либо солнце вот с той стороны и за свет, то есть в целом красиво сфотографировать их очень сложно, поэтому озеро Брайс я не советую, на Сечеду хотите, поднимайтесь, но там толпы осенью, там все хорошо, только склон желтый. Санта-Мадалена, есть места красивые, я вам сейчас покажу, у меня есть небольшая подборка мест, которые я могу посоветовать. Вообще, поскольку в Доломиты я езжу давно, и Доломиты, я даже когда готовилась к лекции, и когда думала, какие места, то есть ты просто, ну, я закрывала глаза и мысленно по ним ездила, поэтому как бы все места, они в голове, и очень давно я хочу сделать какие-то путеводители разные для тех, кто хочет, там, надолго, ненадолго, на машине, не на машине, поэтому очень хочу заняться летом, поэтому когда выйдет лекция, я надеюсь, что путеводители будут, если кому-то надо помочь с каким-то выбором, вот надеюсь, что я не поленюсь и сделаю. Здесь небольшая подборка, конечно, потому что, вот видите, то, что вот на тех картинках было, на тех фотографиях, вот, это вот этот массив, нет, это вот этот массив, подождите, да, это вот этот массив от Санта-Модолена, то есть, когда люди въезжают с той стороны из Сечеда, и вот Трачима, вот здесь, вот с этой стороны, и Браес находится вот с той стороны, вот с той стороны, то есть с этой и с той. Самые популярные места, хотя в Гламитах есть огромное, огромное количество, вообще практически каждый массив, он заслуживает внимания, но есть массивы такие грозные, я знаю, что многим хочется какой-то зелени, чтобы там были какие-то долины, но такое тоже есть, я вам сейчас покажу. это небольшой список, специально для тех, кто хочет поехать на машине, вот если хотите, пожалуйста, вы можете сфотографировать, я подробно рассказывать об этом не буду, это просто список мест, конечно, это не все, вообще я хочу как раз в путеводителях подготовить маршрут, если, например, вы приехали в Гламиты, несмотря на то, что они небольшие, там огромное количество перевалов, как нужно проехать так, чтобы проехать все, но при этом не повторяться и не ездить по одним и тем же местам, это просто места, которые я очень советую, куда можно просто приехать и посидеть там в гостевом доме, либо подняться на подъемнике, поэтому вот советую. И несколько иллюстраций, например, вот это перевал Селла, пожалуйста, там бесплатные парковки, вы можете приехать, там гостевой дом, магазинчик с сувенирами, там можно и переночевать, там можно поесть, и вот, например, пара путешественников, они приехали в доме на колесах, сели с прекрасным видом на массив Одли, вот как раз Сечеда, на Сечеду можно посмотреть с других перевалов. Вообще, Доломиты прекрасны тем, что если там на какие-то перевалы, на какие-то массивы можно посмотреть с других мест, то есть можно подойти к этому массиву, можно посмотреть с этой стороны, с другого массива, объехать на перевале и с этой стороны посмотреть, поэтому как хотите. Или, например, вот это место просто волшебное, обожаю его, это Дамба, это перевал Федая, Такое уже более дикое место. Туда не все доезжают. Это самая высокая вершина, это гора Массив Мармалада. Там как раз находится, по-моему, музей Месснера, но я туда не поднималась. Вокруг огромное количество трекингов, феррат, гигантское количество. Или, например, я фотографирую, конечно, из места, куда я пешком дошла, но если кто-то не хочет идти, вот ходит, пожалуйста, подъемник, фунивия по-итальянски называется, и можно подняться на вершину и насладиться прекрасным, например, вечерним видом. Вот как самая первая фотография. Это как раз в первый год, когда я поехала, я поднялась тоже на подъемнике, потому что меня здесь, по-моему, не видно. Видите, какая у меня обувь прекрасная? Она вообще не относится к трекинговой. Она просто ботинки на платформе. Вот был такой период, когда просто я была человеком. Поэтому, то есть, доломиты начались для меня с того, что просто они были красивые. Я смотрела на немцев, думала, дураки какие-то ходят там в трекинге. Видимо, кто-то из них меня проклял, и я тоже хожу в трекинге. Еще и в доломиты каждый год езжу. Вот если кто-то хочет красивых максимально пейзажей, это, конечно, вторая половина дня, когда дымка опускается, и все становится потрясающе красивым. Во второй половине дня всегда более эффектные фотографии. Или, например, тоже обожаю. Это Ауронсо де Кадоре, и это озеро Санта-Катарина, и дамба. Около дамбы находится бесплатная парковка. Обожаю там ночевать. Можно оставить машину, прийти. И тоже самый эффектный вид вечером. Если вы поедете, обязательно остановитесь. Очень-очень красиво. И впереди сейчас дымка не видно, но впереди как раз высокогорный парк Тречима. Его видно. Вообще там потрясающие эффектные виды. И летом, скорее всего, озеро полноводное, оно выше. Потому что осенью, к сожалению, приходится видеть все такое. Все озера, которые, знаете, такие летом все фотографируют. Ты смотришь на это, думаешь, какое красивое озеро. Вот со мной такое было. Пойду туда, полюбуюсь. Идешь несколько часов, а оно пересохло. Потому что осенью для них нормально. Они пересыхают или сужаются до уровня, до лужи. Или, например, очень советую около картины. На том слайде, где я расписывала на машине, что можно посмотреть. Там был как раз лук около парковки города Картина Дампетсу. Там потрясающе. Там огромный лук и везде массивы. Очень красивые. Потрясающие вот эти домики, гостевые, негостевые. Очень здорово. У меня будет слайд про трекинги. Это если вы хотите пойти. Да, пожалуйста, можете сфотографировать. Если вы хотите пойти в трекинги, в какие-то более сложные, это слайд дальше. Это легкие. Я специально разделила. Я просто все люблю называть трекингами. Но здесь подразумеваются легкие хайкинги. Если вы приехали, вы не хотите себя сильно нагружать, но хотите увидеть красоту, немножко прогуляться. Это хайкинги на несколько часов. Здесь информация. Да, все сфотографировали? Все? Да. Здесь информация. Дальше немножко иллюстрации. Вот это как раз массив, который Санта-Мадалена, который все фотографируют. Можно просто подъехать и сфотографировать. Там даже сделали подиум, куда приезжают фотографы. Раньше его не было, его построили, потому что там просто толпы стоят фотографов. Но при этом, если дальше проехать, немножко пройти, там меньше людей и вот такой прекрасный вид. Вот видите, я свои поездки различаю еще по волосам. Какого они уровня? Это было в 2018 году. Вот они были короткие. Дальше. Это второй. Это прекраснейший массив Селла. Ланкофель и Платкофель. Находится на перевале Селла. Это очень-очень-очень красивый массив. Наверху находится гостевой дом. Туда можно подняться. Сейчас. Туда можно подняться. Вот здесь идет либо тропа, просто змейка, просто особь. Вот здесь, между, вот сюда. И тут находится гостевой дом. Нет, подождите, я не все сказала. Гостевой дом. И туда ходят очень красивые такие подъемники. Небольшие. А кабиночки маленькие. На одного человека. Максимум на человека взрослого и на ребенка. И они все время туда поднимаются. Можно, например, подняться и спуститься самому. Самые разные варианты. Там огромное количество альпинистов. И это место вообще очень любят альпинисты. Тут и есть ферраты. И как раз здесь очень красивый трекинг. Вот я когда первый раз пошла, я попала сама в ловушку. Но я просто люблю изобретать велосипед. Я пошла, обошла. У этого места очень много гостевых домов. Если вы идете, например, в конце сентября, они все открыты. Там прекрасно. Можно заходить в каждом, выпить чашечку кофе, съесть какой-нибудь десерт. Просто посидеть. Там у каждого веранды, качели, какие-то лежаки. И просто приятно посидеть, воду попить. И я обошла первый. И такая думаю, ну, платкофель, он вроде небольшой. Я такая обхожу. А он туда уходит такой огромной черепахой. Просто гигантской. Я его обхожу, 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 обхожу. Мне кажется, я его весь обходила часов 8, наверное. Я ужасно выдохлась. Поэтому вы на этот массив, если пойдете, вы закладываете больше времени. Потому что вот с той стороны он гигантский. Там есть подъем, но он не криминальный. Либо можно подняться, например, на подъемнике. Спуститься там пешком, обойти. Спуститься здесь, обойти. Здесь уже кто какой вариант хочет. Но здесь очень красивый. Самое главное, что со всех сторон открываются красивые виды. Самые разные. Это плюс гламитов, что куда бы вы ни пришли, всегда вам красивый вид обеспечен. Я поднималась туда один раз. Но я не пешком туда поднималась. Я еще в 2019 году сначала на разведку так поднялась. Посмотрела, что так... Если подняться с перевала Села на подъемнике, вот между вот этих массивов, там от гостевого дома можно спуститься на тропу. Можно спуститься на огромный луг Сейсеральм, Альпе-де-Сьюси. Можно спуститься куда угодно. Или если обходить, то вы как раз можете подняться здесь между ними и спуститься на подъемнике. В общем, самые разные варианты. Это если вы пойдете пешком, там будут вот такие виды, очень красивые. Там есть теневые места, где, например, в прошлом году я ходила, и там просто идешь, и там снег лежит. Это было до начала октября. То есть это уже точно не новый снег. Просто это место, куда солнце не доходит. И там такие теневые места. Но если жарко, то очень-очень круто. Это сфотографировано с Сичеды. Как раз то, о чем я вам говорила, что можно какие-то массивы смотреть с разных мест. Я хочу просто показать, что вот видите, вот это как раз ланкофель с подкофелем. И если его обходить, то вот здесь тропа идет, вот такая идет, 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 обходит, обходит, обходит. И между этими массивами там есть тоже тропа. Там как раз вот этот дом гостевой. Там вообще еще один гостевой дом. И если вы заходите, там их гостевых домов штук, наверное, штук 4 находятся. Если вот уже обойти, там находится вид как раз на перевал Сейс-Ральм. Это один из самых знаменитых лугов. По-моему, он один из самых больших, альпийских. Очень красиво. Про него я не буду рассказывать. Про него, в принципе, много информации. Такое популярное место. Специфическое. Можно дойти там пешком, можно на подъемнике доехать. Но здесь сейчас рассказывать не буду. Кому интересно, вы либо просто потом у меня спросите, либо напишите, либо потом, если будет интересно, в путеводителе я все укажу. Но вид такой прям идешь, и видите такие холмы-холмы-холмы, деревья, и все это такое многоуровневое, очень красивое. И везде гостевые дома, какие-то фермочки, какие-то хозяйства. Дальше. Это очень красивый массив Катиначо. Массив Катиначо, он огромный. И можно с разных сторон к нему подходить. Я очень советую. Есть в долине Вальдефаса. Там как раз на слайде написано все города. Там есть подъемник. Я сама обычно поднимаюсь на подъемники, потому что просто вот здесь это конкретный случай, когда не хочется тратить время на подъем, потому что внутри там такое количество огромное трекингов, что это займет, может занять весь день. Там небольшие подъемы, но вот здесь, если вы присмотритесь, это, видите, тропа. Тропа, вот она идет, вот здесь вот, здесь змейка, змейка, змейка. И вот это, вот где сейчас? Это гостевой дом. Это маленький гостевой дом Преус. Он находится на скале. Очень красиво. Он такой, он стоит, он на терем даже похож. Там очень вкусные такие лимонады. Они сироп с водой смешивают. Очень вкусно. Если пойдете, очень советую. Можно дойти туда и все. Можно пойти наверх, там груда камней. Это как бы ферратные участки, но можно без ферратного снаряжения. Там не опасно, нет никаких обрывов. Наверх к Рефуджо, к еще одному, Реальберто, Рефуджо. Или пойти в ту сторону. Там как раз находится, помните, в скале такой гостевой дом. Я показывала. Вот как раз он там находится. То есть вариантов, куда пойти в трекинге, огромное количество. Но если идти не на весь день, то можно подняться и как раз прогуляться среди таких прекраснейших массивов. Вот, например, тоже вид в этом трекинге. Это один из немногих старых гостевых домов, которые уже не функционируют. Но вот видите, такие невероятные виды. И здесь как раз доломиты. Цвет хорошо на кадре виден. Он очень сложный. У доломитов цвет, как будто бы, знаете, вот когда напыляют, вот как будто бы несколько слоев их напыляли. И они такие прям розово-серебряные с фиолетовым отливом. Это потрясающе. Если вживую их видеть, это можно сойти с ума просто от невероятной красоты. Вот здесь тоже видно. Это как раз тот же гостевой дом, который на скале. Видите, кажется, что высоко на скале, на самом деле рядом находится еще больше скала. И вот здесь как раз находится еще один трекинг по груди камней. Кто хочет почувствовать себя в компьютерной игре, преодолевать камни, это туда. Это очень красивое озеро, которое в зависимости от года больше или меньше пересыхает. Это озеро Сарапис. Это озеро одно из самых красивых водоломитов. И оно не уступает озеру Кареца, куда можно приехать, припарковаться и просто посмотреть. На мой взгляд, оно красивее. Потому что у Карецы сейчас большой минус уже несколько лет. Там, поскольку были штормовые ветра в водоломитах, и там огромное количество лесов выкосило. Там просто нет леса. И там раньше был красивый лес, и сейчас это озеро стоит и выкашенный лес. И это, конечно, пока он восстановится, пройдут годы. Там очень красиво. Трекинг занимает два часа. Не самый сложный, но при этом есть разные участки по камням. Есть дорога у обрыва, но она достаточно широкая, и там есть трос, поэтому, если вы боитесь высоты, можно просто по тросу пройти. Не страшно. Такая прогулочная. Я даже шла туда в кедах, потому что, чтобы ноги немножко отдохнули от трекингов и ботинок. Ну, не самая лучшая обувь, но в целом несложный трекинг. Вот там такие приблизительно тропы. Ну, то есть тропа вроде обрыва, но видно, что не упадешь. Там хвойники. И очень красивые эти массивы. На дозерном Сарапис находится сложнейшая феррата. Я мечтаю когда-нибудь ее пройти, но пока. Вот. Это как раз тропа у обрыва, которая как бы страшная, но видно, что она широкая. И вот трос. Ну, то есть если я первый год шла, я вообще... У меня дикая высота боязни, которую я побеждала много лет. Мне кажется, я на финишной прямой. Но мне было очень страшно. Были трекинги, когда я все шла, плакала, но шла. И, конечно, это третчимы. Это парк, который очень популярный, который везде есть, во всех путеводителях. Но третчимы — это действительно место, где стоит побывать. Летом, конечно, это невыносимо из-за количества людей. Но если вы едете в Даламиты, конечно, нельзя не пойти в тречимы. Там тоже есть во все стороны уходящие тропы. Это гостевой дом, который находится у высокогорной парковки. Въезд в тречимы платный, но оплата за сутки. То есть вы можете остаться ночевать в машине, теоретически поставить палатку, или ночевать в гостевом доме, например. То есть если вы въехали, вы можете спокойно провести ночь, потому что сутки. И от этого дома вокруг можно обойти по тропе, вокруг массива. Это как раз вид от гостевого дома. Там очень часто облака поднимаются, вы просыпаетесь и видите, что все покрыто облаками. Невероятно. Это тропа, которая идет от парковки с гостевым домом. Это вид со стороны. Видите, со всех сторон можно так обойти. Это как раз этот гостевой дом, который был две фотографии назад. Вот это парковка высокогорная. Вы просыпаетесь уже, если вы в машине переночуете, вы просыпаетесь уже на большой высоте, и вы начинаете трекинг на большой высоте. То есть это большой плюс, что там в целом дальше будут спуски и подъемы, но вам не нужно преодолевать огромные высоты какие-то. И там тоже очень много альпинистов. Один раз был забавный случай. Я ночевала в октябре уже на самом верху в машине. Просыпаюсь утром, варю кофе, смотрю, внизу стоят карабинеры, полицейские, думаю, что они сюда приехали. Ну я сразу как бы, ну да, полицейские, беда что ли какая-то. А это просто приехали полицейские альпинисты, и они такие взяли свое снаряжение и пошли подниматься в горы. И там постоянно видишь людей с веревками, которые идут. Там, кстати, очень много и феррат тоже. Такой вид открывается, если вы начинаете обходить три пика, и вы как бы три пика у вас слева находятся, и там две тропы. Все обычно идут нижней тропой. Здесь главное не упустить. Всем советую идти верхней. Видите, какая она красивая. Она такая узенькая. Вроде с виду страшненькая, но, ну в смысле страшненькая, она красивая, но опасненькая. На самом деле она не такая опасная, если только у вас не какая-то сильная высота боязни. Просто тут очень красиво. Потрясающе красиво. Все тропы в хорошем состоянии. Если тропа в плохом состоянии, то ее закрывают, поэтому вы там пройти не сможете, проблем с этим нет. Трекинги. Если вы хотите пойти в какие-то действительно большие настоящие трекинги, вам сюда. Сейчас про них расскажу. Мне кажется, что если бы можно было рассказывать о трекингах часов в шесть вам, я бы рассказывала, но все бы умерли от скуки, наверное. Перевал. От перевала Фальцараго. От перевала Фальцараго вообще Доломиты, я немножко в следующих слайдах расскажу, это большой музей под открытым небом, потому что там была линия фронта в Первую мировую войну между Австро-Венгрией и Италией. И там велись ожесточенные боевые действия. И очень много всего осталось с тех пор. Старые войны, госпитали, укрепления, траншеи и огромное количество тоннелей. Вообще, в эту войну, в Первую мировую, там очень много... У них такая фишка была. Они рыли штольни и подрывали. Поэтому Доломиты, они все подорванные. Там очень много в Доломитах углублений, очень много... Со стороны, кажется, непонятно, какие-то углубления, каких-то мест, которые непонятно, что это такое, а это просто взрывали. И там огромное количество тоннелей. Поэтому, если вам интересно пойти по тоннелям, я там еще покажу. Это как раз вот туда. И от перевала Фальцарагу там можно во все стороны пойти в трекинге. Но очень советую либо подняться наверх по тропе, либо подняться на подъемнике и спуститься по тоннелю. Это километровый тоннель. Прямо километр тоннеля. Это вот старое укрепление. Я не знаю, все ли там старое, или они как-то это воссоздают, чтобы была атмосфера. Вот такие там виды. Видите, невероятные. То есть это виды на несколько массивов. Это тут и Аверао, и дальше уходящие массивы, и еще за ними. И это все вот Чинкветори, может быть, многие знают. Там такая россыпь Доломитов. Вот она вот здесь. В общем, это там, куда ни поднимешься, везде красотища. Это вход в этот тоннель. Такая немножко нарния. Но нарния-нарния, но потом смотришь вниз, и там такая лестница. Вот. Километр вот такой лестницы вниз. Но это очень интересный опыт. Я поднималась и наверх, и вниз. Вниз очень быстро. Кто хочет усложнить себе жизнь, то это наверх. Наверх несколько часов. И когда вы, если вы спускаетесь, вы спускаетесь, выходите, и там вот такой вид. из тоннеля. Вот видите, это тропа. Вот. Вот эта тропа. Вот она. Кажется, что она страшная. На самом деле, она, конечно, страшная, но не настолько. Ну, то есть, она выглядит страшнее, чем она есть. Но это невероятно. Я каждому советую. Вообще, в принципе, там, где какие-то опасные места, где действительно обрывы, там везде тросы, поэтому обо всем все позаботились. С другой стороны находится массив Аверао. Там можно подняться до гостевого дома Аверао. И либо наверх, там есть еще один гостевой дом, совсем он находится на обрыве. Там он не просто на обрыве, он находится на скале и с двух сторон обрыва. И он такой очень аскетичный. Там как раз туалет с дыркой в полу. Там привозят все только на вертолетах. Вообще, во многие гостевые дома несколько раз была свидетелем, как когда они закрывали сезон, то есть закрывается сезон, они завозят все к зимнему и закрывают гостевой дом. И прилетает вертолет, они нанимают, он летает раз 40 и привозит просто им все напитки, все пиво, кока-колу и так далее. И летает просто нон-стопом. Причем он летает, он не садится, то есть он летает, пролетает, ему прям трос падает, они загружают, там отцепляют. Они загружают, отцепляют. Надо будет, кстати, что-нибудь смонтировать об этом. И там как раз находится такой дом, гостевой дом Новолао, прям такой очень кондовый, старый, но он часто закрыт. Если дойти до рефуджио Аверао, можно спуститься как раз к Чинку Тори. Чинку Тори тоже такое популярное место, очень многие приезжают, потому что здесь находятся перевалы, к нему можно либо на подъемнике подняться, либо пойти пешком, это очень, видите, он как низко находится, и при этом это очень эффектное место, поэтому можно как раз от Фальцарагу сделать круг и спуститься вниз, обратно на парковку. Либо это как раз массив, который находится немножко в стороне Доломита де Брента, там высокогорная парковка тоже, она когда-то платная, когда-то бесплатная, зависит от сезона. Вообще, чем еще хорошо, там еще будет отдельно у меня блок про то, как сэкономить в Доломитах, в таком дорогущем месте. Если вы путешествуете осенью, то когда заканчивается сезон, очень многие парковки бесплатными становятся. То есть, у нас уже людей нет, выжившие остаются в плюсе. Это очень красивый трекинг. Это, например, часовня. Вы наверняка видели какие-то картинки более таких хрестоматийных, альпийских часовен. Вот это очень необычно было, и там очень много памятных дощечек с фотографиями, с именами людей, которые либо погибли, либо очень любили Доломиты, просто много там прошли и хотели остаться там, чтобы память о них осталась. Вот такое место, там колокол, можно, каждый может подойти, в него позвонить. Вот, это на обратном пути упало небо, и видите такой драматизм. Вот это тропа. Вообще тропы со стороны часто выглядят очень страшно. На самом деле это все не так критично. Это у нас тоже еще один доломитовый трекинг вот к этому домику. Я немножко расскажу чуть позже про биваки. Бивако, вот есть гостевые дома, они более цивилизованные, то есть это место, где вы можете прийти, они обслуживаемые. Биваки это необслуживаемые укрытия. Это условно такой как наш гаражик, когда ты приходишь, ты, например, долго идешь, обычно они, это находится всегда в сложно доступном месте, то есть до них нужно еще добраться. Это такой самый классический бивак, красный, старый, альпийский. Они сейчас есть самых разных видов. Может быть, вы видели какие-то, которые находятся и в других альпийских частях, они есть сейчас очень современные, красивые, такие все невероятно навороченные, какие-то металлическо-стеклянные все. Я покажу вам как раз такой один. Этот самый простой, туда непростой трекинг, это Биваку Ригатти, как раз над озером Кареца на массиве стоит. На самом деле кажется, что он стоит, он стоит не совсем у обрыва. Самое интересное, что на обрыве интернет есть, в Биваке нет, потому что он немножко чуть ниже находится. Вообще интернет, кстати, очень хороший в Дламитах, прекрасный. Есть моменты, когда вы попадаете, естественно, если вы попадаете, например, между каких-то вершин, там может не быть интернета, но вообще интернет шикарный, изумительный, практически везде. Легко можно приехать, купить симку. В Италии они доступны вполне, то есть они дешевле, чем во многих других странах, можно купить и там ездить спокойно. Вот, Бивак, внутри несколько кроватей, все очень аккуратненько, сами путешественники, которые добираются, они подметают, подметают, оставляют другим какую-то еду, пожелания и так далее. Туда, вот как раз это, это тропа туда. Сначала нужно подняться, как всегда, классически по лесам, а потом вокруг массива и там очень красиво ты преодолеваешь камни, немножко как в компьютерной игре, но видишь все вот это, это, конечно, изумительное зрелище. Там вот феррата, а здесь можно просто дойти, причем там есть подъемы, 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 а к Биваку нужно спуститься очень сильно, после этого опять подниматься. Но Биваку, это много лет было моей мечтой добраться до такого домика и переночевать там. Это было потрясающе. Самое потрясающее было то, что как суперподготовленный человек я пришла и поняла, что я забыла спальник. Ну, как можно было забыть спальник, да, когда ты идешь ночевать в Биваку и мечтаешь об этом несколько лет. Вот можно. И там спасибо тем, кто заботится о путешественниках, там были одеяла. И если вы придете в сезон, там может быть аншлаг. То есть там может быть очень много людей, вообще не быть места. Я не знаю, придется, может быть, на столе заснуть. Но поскольку я была не в сезон, то там никого не было. И там можно было воспользоваться всеми одеялами. И я точно знала, что не умру от холода. Это ферраты. Если кому-то интересны ферраты, я вам сейчас покажу. Это ферраты, которые я могу вам точно порекомендовать. Они очень-очень-очень эффектные. По сложности разные. Сейчас покажу вам их и расскажу. Ве ферраты, как я уже сказала, это специально оборудованные тропы или участки по камням с тросами, со скобами, с какими-то вспомогательными элементами, по которым вы можете со специальным оборудованием карабкаться по горам, по скалам. Или просто бывает такое, что там тропа идет у пропасти, и чтобы было безопаснее, вы идете с снаряжением. Ве ферраты как раз это то, что досталось как наследие от Первой мировой войны. Потому что тогда, чтобы прокладывать какие-то пути, были проложены какие-то участки вот такие, которые потом развили в огромную-огромную сеть ве феррат. И доломиты — это место, где их очень много. Их много и в Швейцарии, их много в Австрии, но в доломитах их просто гигантское количество. Они самые разные. Есть очень сложные. Сложные в первую очередь, потому что есть, например, ферраты, когда ты ползешь. Во-первых, ферраты — это то, что часто ты идешь с помощью рук, потому что тебе приходится постоянно держаться. И вот руки, да, руки могут уставать. Или если ты ползешь, и впереди есть карниз, где как бы вообще все на руки приходится, вот это сложно. Поэтому внимательно, если пойдете, нужно изучать материалы, насколько это сложно. Но эти ферраты, в принципе, достаточно доступны. Первая феррата, первый раз я ее прошла как раз в постковидный год. У меня тогда была еще высота боязни. Я ее шла часа четыре. Я дошла, но, да, эта фотография перевернута, но отсюда видно, видите, вот я стою на скобах. Вот, на скобах, и там обрыв, но поскольку ты закреплен, то это часто даже менее страшно, чем идти по узкой тропе, не ферратной, потому что там ты никак не закреплен. И вокруг открываются шикарные виды. Второй раз я прошла в прошлом году, часа за два, очень быстро. Там, может быть, к сожалению, бывает в таких популярных местах пробка из людей. Ты приходишь, там еще человек шесть, и там не принято уступать дорогу. Ты вот стоишь и ждешь, пока они пройдут. А это спуск по этой же тропе, но как бы просто спуск, уже не феррата. Видите, ферратный участок, он отличается тем, что здесь есть вот такие поручни. И ты как бы перестегиваешься, чтобы, если что, не лететь совсем далеко, а долететь до какого-то участка и там остановиться. Очень эффектное место. Я по этой тропе поднялась еще в 2019 году снизу просто. Я не знала вообще, что такое ферраты. Я узнала наверху в гостевом доме, я просто посмотрела на открытку, там была феррата, и такая, это что? Они такие, это ферраты. Я после этого стала изучать, что это такое. Это тропа-666, это адская особь, но просто километр подъема, но при этом, если вы хотите каких-то таких угрожающих пейзажей, это потрясающе. И наверху можно вот этот участок пройти без ферратного снаряжения. В целом, это не так опасно, здесь нет никаких обрывов, все более-менее безопасно. Это вторая феррата, Коль-де-Босс. Она тоже, я ее очень советую. она не такая сложная, не такая долгая, но при этом это ферраты, я не знаю, то ли они заменили тросы, но они были очень скользкие. Рука ужасно скользила, видите, ферратное снаряжение, это обвязка, как альпинистская, и самостраховка, самостраховка с двумя усами, чтобы цепляться, и с амортизатором специальным, чтобы если вы сорвались, чтобы вы не сломали себе позвоночник, чтобы у вас там выскочила специальная амортизирующая штуковина и вас зафиксировала. Кроме этого, каска, и всем советую идти, естественно, в ферратных перчатках, потому что иначе вы просто руки сотрете, и то у меня они без пальцев, и вот эти вот места я себе стирала. Но место очень-очень-очень, феррата несложное, но место красивое, и всегда есть какая-то рядом особь, по которой можно потом спуститься с другим видом. Это феррата над городом Картина Дампетсо, туда ходит подъемник наверх, или можно по феррате. Это очень крутая феррата тем, что, во-первых, она длинная, и она разнообразная. Ты поднимаешься наверх, то немножко вбок, то вроде на какой-то зубец залез, то, видите, внутри такая тропа проходит, потом опять отвесно наверх, бывали даже такие карнизы сложные, но более-менее, в принципе, любой может пройти. Это вот тоже такое место, вот с той стороны я поднялась, и здесь вид как раз вот это, это вот туда уходит спириал Фальцарагу, и это вот Чинго Тори торчат. Вот такой вид. И самое прикольное, что внизу в этот момент был террористский праздник, и он прям гудел. И это было очень забавно, подниматься весь день по этой скале, и там вот эта террористская музыка, гармошка, все вот эти йодли, там прям такое прям гремящее что-то было. Это еще одна феррата, такая историческая. Она называется Тринче, траншея, и это, по сути, хребет над перевалом Федаи. Вначале показывала, там дамба, дамба и мармалада, самая высокая вершина. А с другой стороны находится хребет, и феррата, она как бы обходит разными частями этот хребет. Были моменты, когда было даже страшновато, но в целом она не очень сложная. Вот такие виды открываются, видите, такой хребет. Я вообще, когда его увидела, но при этом не все время ты ползешь по горам, вот, например, ты идешь по самому хребту. Ну, в принципе, если что, ты не упадешь, просто покатишься. Поэтому в целом... Но когда я увидела сначала этот хребет, я потеряла речь и думала, что мы... что-что, надо будет по нему идти, это выглядело страшновато. Это как раз Тречимы, Трипика, самое популярное место, которое и для альпинистов любимое, и для трекингистов любимое, и для ферратов, для ферратчиков. Причем ферраты многочисленные есть, и это не самое сложное. Там просто ферратные участки, когда нужно вот здесь подняться, и там тоже есть узкие тропы, есть галереи, галереи вообще очень-очень-очень много. это один из биваков самых современных. Это бивак, по-моему, поставили три года назад. До него добраться было действительно сложно. В прошлом году я поднялась. До него было сложно подниматься, потому что там тропа вроде не так далеко идти, но она была, знаете, прям носом кверху, такой массив. И там была особь, и туда подниматься было еще более-менее, а вниз спускаться, там еще были несколько человек ночевали, и когда они спускались чуть раньше, я коптер запустила и снимала, как они спускались. И они спускались, и все время у них под ногами ехал. То есть там сложность, что ты наступаешь, и у тебя просто все камни выезжают из-под ног, и тебе как бы приходится вот в таких движениях все время, и все время на грани падения. поэтому это было сложно, но при этом очень красивый бивак, там заходишь, и стол, панорамное окно над эту красоту, потом такой коридорчик и кровати, все такое новое, современное, все одеяло новые, кровати новые, прям все очень здорово сделано. И вообще биваков огромное количество, просто если можно отдельные путешествия организовывать, но они все сложно доступны, есть даже биваки, до которых нужно по ферратам добираться. То есть представляете себе, что феррата-то еще и... Это отдельно хочу упомянуть место, оно находится немножко не в самих Доломитах, а чуть ниже нужно спуститься, от города Тренто. Это место Монте-Пасубио, оно так и называется Пасубио. Это место известно тем, что там находится тропа 52 галереи. Это место, это наследие тоже Первой мировой войны, там... Вообще Первая мировая война, там, в Доломитах, она была такая абсурдная, потому что она была высокогорная, и зимой в адский холод они тащили все эти боевые установки на самые вершины, там подрывали, там были лавины, там просто нечеловеческие были условия, холод, и они все это подрывали, и в один из моментов вот там идет тропа героев, ее заняли сначала одни, и вторым пришлось рыть 52 тоннеля. И вот, видите, 52 вот таких тоннеля, больших, поменьше, и сейчас можно пройти по этой дороге, тоннели невероятные, есть просто маленькие, есть тоннели, где внутри винтовая дорога, то есть ты прям приходишь, поднимаешься винтом внутри, выходишь, где-то, там еще на велосипедах ездят, где-то вот такие обрывы, и там невероятные виды, и если вы туда поедете, есть основная парковка, где начинаются, где-то с первого тоннеля, а я советую, если поедете, встать на перевале, подняться по дороге героев, гостевой дом, и выйти с той стороны, потому что здесь самые эффектные места, если вы не хотите, конечно, пройти полностью, потому что самые эффектные места находятся около гостевого дома, это как раз, там просто очень много музеев, посвященных этой высокогорной войне, вот здесь тоже, вот одни из, например, картин, о том, как все это происходило, как они все это рыли, все эти укрепления, потому что это все осталось, если вы поедете в гламиты, вы не можете, все это не увидите, это все находится на всеобщем обозрении, все в аккуратном состоянии, можно везде зайти, внутри посмотреть, там какие-то есть таблички, все указано, в общем, об этом всем заботятся, и кроме этого, огромное количество музеев, где много-много-много разной информации, и не могу не упомянуть, очень люблю террористские праздники, террористские праздники, они интересны тем, что, по сути, это же наследие австрийцев, поэтому они похожи, конечно, на австрийские, немецкие, все эти праздники, одеждой, весельем своим, столами едиными, но в некоторых частях они поют на немецком, но в итальянских все вот это, только они еще и поют на итальянском, поэтому это, вот если вы любите Италию и итальянское, то это, конечно, забавное сочетание, это мой любимый праздник, праздник сбора урожая в городе Фалькаде, там каждый год шатры растянуты, продается какая-то местные, самые разные товары, какие-то произведения сделаны, еда, что-то, что-то, все, и проходит парад, парад домашних животных, проходят оркестры, проходят люди в национальной одежде, вот, например, коровы стоят, потом все ходят, фотографируются, это все невероятно по своей атмосфере, это такая атмосфера радости, что я каждый раз приезжаю, иду на этот парад, и просто, вот вроде я там уже была, а каждый раз прямо слезы на глазах, потому что какое-то такое, там невероятная атмосфера, если будете там, обычно это проводится в последние выходные сентября в городе Фалькаде, если будете в это время, очень советую заехать. Понятно, что у всех разный список, это то, что я бы посоветовала брать с собой в трекинге, просто в трекинге. Это самый простой трекинг, если идти, нужен совсем небольшой рюкзак, и поясная сумка с документами, потому что документы проще, когда там деньги, документы хранятся, конечно, в поясной сумке. Вода, несмотря на то, что с водой в доломитах нет проблем, везде есть источники, воду, конечно, с собой лучше брать. Флизка, куртка здесь, каждый в своем куртке, я имею в виду мембранная куртка, я просто обычно во флизке хожу. И если это осень, то я всегда беру с собой ультралегкий пуховик, потому что никто не знает, какой ветер может прийти, погода переменчивая, вы идете обратно, сели перекусить что-то и замерзли. Дождевик, потому что тоже если осенью, даже если не осенью, погода переменчивая. Если вы снимаете, конечно, пауэрбэнк, без него сейчас сложно. Еда, здесь, конечно, каждый свое, можно вообще не брать еду и есть в гостевом доме. Я обычно брала с собой тунец, и там маленькие баночки тунца, как раз идеально хватает. Шапка теплой перчатки, это, как я уже написала, осенью. Если вы идете летом в трекинге, то, конечно, проще, у вас меньше одежды, меньше с собой брать. Аптечка у каждого свое, я обычно беру какие-то обезболивающие. Хорошо бы, конечно, брать турникет, у меня он есть. Ну, в принципе, наверное, да, это то, что нужно брать, если какой-то перелом, то чтобы можно было себе помочь. Я всем советую трекинговые палки, я раньше ходила без трекинговых палок, говорила, что это вы все ходите с палками, ненормально. Ненормально. Вот с трекинговыми палками сильно лучше, вы ускоряетесь, вы становитесь быстрее. Когда осыпь, трекинговые палки помогают вам не упасть, и вообще трекинговые палки прекрасны. Это вещь, которая незаменима, и очень важно ее иметь. Каску. Я понимаю, что каска, это, наверное, такой же вопрос, как когда велосипедисты по городу ездят, думаешь, зачем вы едете в каске, вы же едете по городу, но некоторые к безопасности относятся серьезнее. Я, поскольку ходила, по-моему, я еще до Феррат купила каску, потому что, особенно когда ты идешь осенью, ты можешь долго идти один. И если ты упал и ударился головой, то тебя просто, когда найдут, непонятно, то это просто ваша безопасность. Поэтому, если вы идете по камням, особенно вниз по осыпи, то нога может поехать, вы можете упасть. Поэтому каска это ваша сохранность. И сидушка. Сидушка туристическая это то, почему можно всегда узнать путешественника из стран СНГ, из России, потому что европейцы вообще не знают, что такое сидушка, они не понимают. Они сидят на всех холодных лавочках и камнях, им нормально. Но сидушка это удобно, потому что, куда бы вы ни пошли, вы всегда можете сесть на любой камень, это ваша лавочка, и перекусить, отдохнуть. Хотя лавочек там тоже очень много. Немножко хочу рассказать про рюкзаки, которые стоит, не стоит брать, потому что, наверное, когда мы говорим о горах, сразу ассоциация, что это какой-то большой рюкзак, но при этом большие рюкзаки там совершенно точно не нужны. Потому что большой рюкзак это долгий поход, когда ты живешь с рюкзаком. То есть, если идти, например, в путешествие только пешком по Даламиту, да, если вы приезжаете ходить в какие-то одиночные трекинги, то вот, например, это, это шапка большого рюкзака Osprey, маленький для таких совсем радиальных выходов, просто пройти в трекинг, если не загружать его сильно, это идеально. То есть, рюкзак какой-нибудь условно до 30-35 литров, он идеально подойдет. У меня было же меньше на 25. вы туда не так много вам вещей нужно, самое главное, что он легкий. Потому что, если вы рюкзак утяжеляете, то, конечно, у него должны быть уже, например, какие-то более основательные лямки, потому что я тоже ходила в... То есть, например, даже здесь лямки не рассчитаны на то, чтобы загружать рюкзак. То есть, когда я в этот рюкзак, например, пихала какое-то ферратное снаряжение, то мне было идти некомфортно, потому что, естественно, натирала уже плечи, плечам было некомфортно. Поэтому, например, вы идете ночевать в бивак, куда нужно еще взять термобелье, куда нужно еще взять спальник, то рюкзак можно взять побольше. Но большие, огромные рюкзаки в принципе не нужны. То есть, вам условно на 35 литров рюкзака 100% хватит. Ну, на 40, 100%. Но маленький рюкзак лучше с собой иметь, если вы идете, например, по ферратам, потому что по ферратам лучше брать с собой что-то маленькое, что-то, потому что вы же карабкаетесь по скалам, то есть, вам нужно максимально облегчить, чтобы он не мешал, чтобы он не был громоздким. Но, я же говорила, что я люблю изобретать велосипед, поэтому в первый год я пошла вот с этим рюкзаком. Да, я 90, по-моему, литров, зато у меня осталась красивая фотография. Выглядит, конечно, эффектно, но я пошла подниматься ночью на Сечеду. Часов 6 я поднималась в гору с этим рюкзаком. Он был тяжелый, там была палатка, и это, конечно, было ужасно. То есть, такой рюкзак точно абсолютно не нужен, только если вы собираетесь прямо долго идти под ламитов, много дней с палаткой и так далее. Кстати, про палатку. Официально, поскольку доломиты это заповедник, это большой-большой-большой парк, там нельзя ставить палатку. Но все мы понимаем, что в Европе как бы много нельзя ставить палатку, но многие ставят палатку просто. Палатку лучше ставить, когда темнеет, чтобы никто не видел, в каком-то месте непроходном, потому что если там будут эти люди, они могут сдать. Но как бы в Европе это нормально, что кто-то может настучать, например, к вам могут прийти. Поэтому видим, никого нет, аккуратное место, темнеет, поставили, с рассветом палатки уже быть не должно. Один раз я ночевала на Сечеде, все было хорошо, утром, пока я снимала, уже расшвело, и пришли сотрудники подъемника, и такие, типа, ребята, давайте уходите, а то сейчас могут прийти. То есть никто сильно не ругался, никто штраф не выписал, но это просто дело случая, поэтому в принципе ставить палатку можно, но просто очень аккуратно и главное, чтобы другие не видели, потому что палатка может смутить людей, например. Смутить людей, странно звучит, но это может быть проблема. Террорские шляпы, кстати, бывают и такие. как сэкономить, как сэкономить, нет, да еще, да, как сэкономить, я хотела вам рассказать вот о чем, об обуви, но я немножко рассказала, да, про ботинки. В принципе, если у вас легкий рюкзак, а у вас легкий рюкзак будет туда, можно пойти, многие ходят в кроссовках, но это вопрос исключительно вашей безопасности. То есть, если вы, например, опытный трекингист, вы уже очень много что прошли, потому что чем больше опыта, тем лучше вы контролируете свои ноги, вы контролируете шаг, да, как вы наступаете на горы. То есть, условно, после стольких лет, если я вижу какой-то осыпь, я могу по ней пробежать. То есть, я могу и упасть, но в целом, как бы я пробегу, потому что у меня просто есть опыт наступать на камни. Там я могу и в этих кроссовках пробежать. Но если у вас не такой большой опыт, то больший риск подвергнуть ногу опасности. Поэтому я советую всем. У меня лично эти соломоны, новые соломоны, вот эти большие ботинки Горотексу, мне очень нравится. Я в них прошла много доломитов и в тех, и в других. В старых прошла северный камин, а в новых прошла французский камин. И сейчас тысячи километров из Рима в сторону Сантьяго. Они вообще пыльненькие, но выглядят идеально. Поэтому это очень надежная обувь. Единственное, промокают. С этим пока не понимаю, как бороться. Но в остальном они очень хорошие. Как сэкономить? Во-первых, можно готовить самостоятельно. Если у вас есть, если вы приехали на машине, что сейчас сложно, проще, конечно, там купить баллон. Баллон можно купить во многих спортивных магазинах. Либо, например, в Италии есть Eurobrico. Это такие строительно-хозяйственные магазины. Там почти всегда есть баллоны. И самые обычные. Просто главное всегда прочекать резьбу. Потому что я знаю, что многие бывают с этим проблемы, что не ту резьбу покупают. Там прекраснейшие магазины. Там находятся Конады, мои любимые супермаркеты в Адаламитах. Продается огромное количество еды, самые разные. Есть что-нибудь типа равиоли, которые быстро готовятся. Я всем советую, если там будете, купить Ньокки Тиролези. Это такие зелененькие штучки, почти готовые. Их можно, например, смешать с сыром горгонзола. Это очень вкусно. Но если вы поедете, напишите мне, я скажу, что там можно приготовить. Я там некоторые обожаю готовить. И на этом вы сильно сэкономите, потому что, конечно, если есть где-то, то это в любом случае большая статья расхода. Если вы ночуете в машине, это большая экономия. В доме на колесах или, в принципе, небольшой машине, если постелить просто коврик даже, то, в принципе, можно там вполне ночевать. Там много очень кемпингов, но кемпинги тоже не дешевые. Кемпинги только называются кемпинги. Это дешевле, чем жилье. Жилье в Доломитах дорогое. Если вы на машине, есть шанс какие-то найти подешевле и доехать на них. Но если это осень, шансов больше. Летом все занято и цены сильно выше. Кроме этого, кемпинги, например, закрыты вне сезон. Поэтому здесь много очень разных нюансов. Но зато вне сезона, например, вне сезона просто подъемники закрыты. Но если они не закрыты, то обычно они могут стоить, например, даже дешевле. То есть там у них разная сезонность. Летом подъемники стоят сильно дороже. Парковки. Парковки много где бесплатные. Часто в трекингах они вне сезон бесплатные. То есть вне сезон путешествовать в принципе сильно дешевле. Многое закрыто, но все, что открыто, оно дешевле. Кроме этого, в Доломитах много бесплатных парковок. Даже если вы приезжаете, например, в перевал Гордена, наверху платная огромная парковка, ниже спускаетесь, там карман. Карман бесплатный. Все карманы бесплатные. Поэтому, в принципе, если вы хотите экономить, там много на чем можно, поэтому самое главное не сдаваться сразу. И вот за что, еще раз повторюсь, я люблю... Это парковка Трачима, высокогорная. Ты можешь приехать, там ночует обычно мало людей, если только фотографы остаются. И вот ты наверху, на вершине, луна светит, освещает все вот эти массивы. Ты утром просыпаешься, там находишься над блоками, над блоками, варишь себе кофе и вот сидишь с таким видом. Абсолютно в этом есть что-то такое еще. Мне кажется, это очень знакомо нам, российским путешественникам, любовь к чему-то такому. Европа для нас все равно там очень много, что регламентировано, все такое аккуратненькое, платное, все сделано. А у нас же здесь, если путешествовать по России, все такое дикое, можно прям насладиться какими-то местами, куда хочешь, ты паркуешься, там где-то тропы, все вот эти. И в доломитах есть места, где вот душа русская может оторваться и почувствовать вот эту невероятную атмосферу свободы. Вот. Как-то так. поэтому доломиты, они шикарны для всех. Хотите ли вы проехать на красивом кабриолете и выпить эспрессо с таким видом? Или вы хотите сами сварить себе эспрессо и пройти пешком? Эти горы, эти пики дракона, они вас равнодушными не оставят. Это, наверное, вся такая большая информация. Вот. Я вас благодарю. Надеюсь, я вас не сильно утомила. И с удовольствием отвечу на вопросы, если остались, про доломиты, не только про доломиты. Какой бюджет средний? Средний бюджет — это мой любимый вопрос, потому что у меня всегда бюджет на такие поездки приводил меня в ужас, и я старалась просто максимально набрать себе работы, чтобы поехать. Ну, конечно, сейчас сложно оценить, потому что все так меняется, что это нужно отдельно считать, смотря как вы поедете, доберетесь. Например, я билеты до Рима сейчас, когда в марте летала, вот пешком ходила, я покупала туда даже очень дешево, что-то типа в одну сторону 30 тысяч. Вот приехал, пошли вот эти домики, парковки, сколько вот это все стоит? Октябрьского пребывания. Ну, и тоже сейчас я уточню, что как бы здесь очень сильно зависит от того, например, в машине вы живете или нет. В вашем варианте? Ну, раньше, когда я ездила, это что-то типа было 100-150. В зависимости тоже, каждый год было по-разному. По ценам сориентировать сложно, потому что каждый год, например, ты в один год больше покупаешь тирольскую одежду, например, я покупаю. И я думаю, что как раз, вот я летом сейчас, когда займусь путеводителями, я в том числе там оптимизирую все расходы и посмотрю, как там, что по бюджету. И в разных комбинациях, как, где, кто хочет ночевать. Потому что если кто-то, например, хочет комбинировать жизнь где-то в апартаментах, немножко в гостевых домах, а немножко в биваках поночевать, да, это одна история. А вот вы едете на машине, где вы заправляетесь? Заправок там очень много. Заправок в доломитах много. С этим проблем нет. Там есть разные заправки, но тоже по-разному у них бывает стоимость. Например, в прошлом году, когда я въехала с юга Италии, тогда был курс самый высокий. Я уже не помню, по-моему, было больше 110. И литр бензина стоил 2 евро. Да, 2-2,10. Во всех странах очень по-разному. Например, в Испании он совсем дешевле, а в Франции дороже. В Италии там тоже нужно смотреть. Можно смотреть по Google Maps. Там, если вбить заправки, там часто очень... Я сама так вбивала и смотрела, где какая стоимость. И там очень важно, если, например, это самообслуживание, это дешевле. Если вы приезжаете, вас обслуживают, это может быть дороже. Но там, в принципе, 1,8. Вот когда я была в Доломитах, сейчас где-то была 1,8. Ну, естественно, бак бензина обойдется вам не меньше, чем 70-80, наверное, евро. То есть это дорого, да. Бензин дорогой, но когда я... Целесообразность поездки из России на машине с вашим форматом брать вот в аренду. Целесообразность ехать сейчас из России нет никакой, потому что сейчас, в данный момент, закрыты абсолютно все границы, если вы не хотите кругосветкой. Через Африку. Через Африку, возможно, я не пробовала. Может, попробую. Не знаю. Но сейчас, конечно, самый простой вариант, это просто сделать визу. Их делают, итальянцы делают визу. Можно, если у вас другая виза, поехать с другой визой, долететь, взять машину в аренду, тем более, если это срок две недели. Две недели — это оптимальный срок брать машину в прокат. Если вы едете на месяц, это дорого, потому что просто это непопулярно, поэтому у них как бы не приспособлены цены для этого. У них там, они называют адские цены страховки. А что с гигиеной? Вот вы ночуете в машине, а душ как принимать? Да, с гигиеной — это тоже хороший вопрос. Ну, с гигиеной, конечно, когда ты живешь просто в машине, не в доме на колесах, то это более спартанское. Поэтому я еще люблю осень, потому что это прохладное время года, то есть ты не потеешь с утра до вечера. Конечно, если летом, то это невыносимо, я думаю. Какие варианты? В кемпингах, если останавливаться, в кемпингах, там, конечно, есть душ, просто в кемпинге нельзя помыться. Можно в гостевом доме, часто в гостевых домах можно принять душ за отдельную плату. В принципе, в гостевом доме часто, даже если вы останавливаетесь, вода там платная, горячая, потому что сложно, там бойлер и все, поэтому помыться тоже платно. Может, в озере, там озер много, это не вариант? Там, ну, не холодно, но если просто окунуться, то почему нет? Ну, обычно я, когда путешествовала, просто, во-первых, моешься частями, голову, честно, я часто просто брала большую бутылку с водой, нагревала часть, чтобы она была не ледяная, просто шла куда-то в лес, чтобы не пугать людей и просто мыла голову. Ну, такие спартанские условия, зато это цена той свободы, которую ты можешь там брести. А с такими волосами, как у вас, сложно? Я мыла в прошлой осени несколько раз так, причем сама, ну, в смысле, что одна. Да, это непросто. Ну, что поделать? Ну, либо можно взять с собой, например, какой-то портативный душ, без проблем, либо, как я уже сказала, что если прям запариваться, просто находить гостевые дома, они есть, или подниматься и там за дополнительную плату просто принимать душ, мыть голову. Хорошие дороги для всех автомобилей или какие-то не пройдут? Любых. Там отличные дороги. Ну, то есть, конечно, могут быть какие-то локальные ямы, но это какие-то ремонты дорог, но в целом идеальные дороги. То есть, представляете, что по этим всем серпантинам, перевалам носятся на огромной скорости спортивные машины, которые просто, в принципе, по полу животом выраздят. И, то есть, постоянный рев, особенно какой-нибудь перевал Сэла. Я помню, что в одном из карманов я как-то днем встала поспать, что-то прям перебирала вещи и ужасно захотелось спать. И это было невозможно, потому что все время вот этот гул этих моторов, и они летели просто все время. И я даже вышла и сняла, потому что это такая огромная-огромная вереница спортивных машин. Поэтому любая машина в целом. Но главное, чтобы мощности хватало, потому что есть там много перевалов. Конечно. И когда брала в прокат машину на два месяца у знакомых, они, видимо, не рассчитали. И там у нее загорелись лампочки. Они потом сказали мне отвезти ее в сервис. Я отвезла, там был мужчина такой. И он на своем языке, видимо, очень ругался на меня. Но я думаю, чувака что-то хотел, ну как бы горы. Он такой, машина должна... А проблема в том, что машина должна... Я не помню, у меня, по-моему, был дизель. Дизель-механика. Что машина должна какое-то время разгоняться. А там просто негде разгоняться. Ну там просто нет дорог, где можно разогнаться и немножко поехать на других передачах. Ты все время едешь на первый, на второй, на третий. То есть без машины на автобусе там вообще не вариант? С машиной ты более мобилен. Ты можешь... Без машины нужно лучше планировать. Просто. То есть без машины здесь нужно планировать детально. Ты уже не можешь мотаться с перевала на перевал. То есть нужно понять, например, окей, приехали в долину Вальдефаса. Там долина, там огромное количество. Во-первых, там везде городки. То есть там все густо населено. Там везде практически какие-то. А можно до следующего перевала как доедать? На автобусе? Да, везде ходят. Даже просто по перевалам, по всем перевалам. На автобусах, в принципе, можно. Например, если брать зимний период, это какие-то скибасы. Они конкурсируют между ближайшими городами. Можно вот билеты брать и между ближайшими городами передвигаться. Там просто некоторые автобусы ходят локально по долинам, а некоторые ходят по перевалам до других долин. И они их соединяют. Там в целом вообще без проблем можно набраться. А не дешевле на автобусах передвигаться, чем машину арендовать? Вы даже не пробовали? Нет, я не пробовала. Я люблю свободу. Я не могу. А на итальянском вы общаетесь там? Ну, я не знаю, что уже выучила. Я специально его начала учить. И я не могу сказать, что он у меня очень хороший. Но в места, которые вы любите, конечно, лучше... Какой-то европейский язык всегда лучше выучить, потому что вы криво, ломанно говорите. Например, я говорю не на испанском, а на адаптируя свой итальянский. Моя фантазия. Как ты воспроизводишь на испанском, на французском, они не понимают, но иногда бывают выпадания. Поэтому... Нет, в Италии все шикарно. В том числе, например, сейчас я шла из Рима в сторону Сан-Диагу тысячу километров. В Италии все было шикарно. Со всеми монахинями общались, потому что итальянский язык. Если бы не было итальянского языка, то через Google-переводчик это, конечно, было бы не так душевно все. И на английском... Итальянцы английский вообще нет. Особенно если вот есть какая-то проблема, вы приходите к ним, начинаете говорить на английском, до какого-то момента они делают вид, что понимают, а потом no-no-no, либо итальянский, либо никак. Там просто проблема в том, что с языком вы больше располагаете к себе людей. То есть с английским вы просто турист, а с итальянским вы уже... О, с вами можно поговорить. Как будто бы вы уже немножко, но как будто бы не просто турист. В Вальдефаса там смесь итальянского и немецкого, так что на немецком там тоже можно. Немецкий язык, в принципе, по всем доломитам вас поймут. В немецких частях классический вариант Европы, они не любят итальянцев и итальянский язык, поэтому, когда ты говоришь на итальянском, они делают вид, что, господи, итальянский язык, что вы на чем с вами разговариваете, я не слышу вас, не понимаю. По-русски лучше ругаться, никто не поймет, шикарно. Если что-то не то, просто ругайтесь на русском, освобождайтесь. Есть YouTube-канал, есть другие соцсети. В Telegram-канале самое, наверное, просто актуальное, что, в принципе, происходит. Например, вот сегодняшняя лекция. У них сейчас разные форматы, поэтому мне всегда можно задавать вопросы, если у вас какие-то есть. Да, но вот я говорю, что я хочу подготовить путеводителей, просто чтобы было удобно, чтобы, если вы хотите поехать, и вы не очень знаете, чтобы вы не потеряли зря время. Поэтому, когда лекция выйдет, они, по идее, должны быть уже в социальных сетях. В электронном или в печатном? В электронном. На канале? Ну, они, скорее всего, будут как-то в каком-то закрытом виде, естественно, наверное, за какую-то подписку, потому что это очень большой труд. А так вообще очень много информации на YouTube-канале, и везде здесь огромное количество информации. В Telegram-канале вообще много из путешествия, последнего, осеннего, поэтому, если вы перейдете, там можно утонуть в этом количестве видео и фото, информации, которые... Вы всегда одна ездите? Я почти всегда ездила одна, последние несколько поездок не одна, да, на твоем ездили. Да. Но вот сейчас, например, из Рима в Сантьяго я шла одна. Поэтому... А? Я очень надеюсь, что... Очень хочу провести лекцию. Очень хочу провести лекцию, надеюсь. Да. Ну, кто уедет в Альбу, посмотрит потом на канале спортмарафон. Вот. Ну, если у вас какие-то еще есть вопросы, вы отдельно просто сейчас ко мне подойдите. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!